Тоже милое местечко такое. Ага, гандиски прикольные. Мне солнце освечивает. Тоже красивенько. Не надо мочиться. Тоже улочка хорошая. Кафе, барчики. Сигарами пахнет. Кафе, барчики. Кафе, барчики. Кафе, барчики. Клематис Оли. Улицы такие. Кто? Ага, да. Пап там. Вот тоже здание красивое. Архитектурное прям таки. Красивый заливчик. У Вестпал Бич остается позади. Смотри, там прямо мели такие. Вот тут трафик. Маленький пляжик. Тут даунтаун, получается, как-то нелюдно там. А здесь, наверное, больше людей живет или что. Повеселее. Хотят больше людей здесь жить. Хотят. Магазины такие, глянь, страшненькие. Это вообще супер курорт. Здесь вообще нет никакого бизнеса. Ну да. Вон банкоматов снимают. Здесь живут миллионеры. Ну, а зачем зарабатывать на миллионеров? Только надслуживаем. Кормить их, поить. Массажировать. Да. Встречи. Получается, кабаки все закрытые. Ой, закрытые. Кабаки все забитые. Вчера, чтобы покушать, мы ждали еще в очереди. Мерч. Полоса мерч. Нам дали такой пейджер специальный. И когда подошло время, нам сказали спасибо за ожидание. Можете проходить. В общем, чтобы покушать, еще нужно подождать. Это мне напоминает немножко, да, как Майами как будто бы. Да. Ну, все примерно. Получается, вот мы едем. Вот так вот. Нет, это тоже тоненький такой остров. Если я сейчас уменьшу, это будет как тоненький остров. И там опять же залез левой стороны. Это все еще Ocean, North Ocean Drive, да? А, нет, вчера было Ocean Avenue. Это Ocean Drive. Везде есть свой Ocean Drive. Мариот. Да, это очень похоже на Sunny Isles, что-нибудь такое. Это Паум Бич Gardens. Видела как? Город. Ага. А на чем они ее тянут? А на чем они ее тянут? А на чем они ее тянут? О, мой гад! Нет, там кто-то из за рулем. Там за рулем кто-то сидит. Да. О, мой гад! Следующий городок после North. Паум Бич. В принципе, тоже похожи друг на друга. Тоже такие трехэтажные тачки. Да, такие крымские, наверное. Крымские, подешевле. Солидние. Не, ну там уже прямо особняки были. На Паум Бич. А тут такое. Не так красиво уже. А вот проходик такой вот. Раз. Проходик к морю. К морю. К океану. Почему эти листья желтые? Я не могу понять. Весна же. Странно. А они после зеленеют? Слушай, еще весна такая. Еще старые просто не упали. Да? Ветер подулся или они посваливались? Может быть. Такие полиция ставит таблички какими-то либо со знаками, либо с телевизорами бывает прямо ставят. Там, наверное, какой-то знак стоит. Ну, кстати, парковка большая. Хочешь на пляж? Не, не здесь. Все, вот таких вот деревьев. Это вообще не пляж. Это просто пляжи. Пляжи. Ага. Красивая вода такая. А тут, кстати, широкие пляжи. Ага. Очень медленно. Долго будем ехать. Но зато красиво. Можно выехать на платную. Можно не на платную, да? Ага. Сколько там будет? 60? 60-70. 70 миль в час. 60-70. А тут вот 30. Поэтому мы долго будем ехать. Вот дорога мы едем сейчас прямо вдоль самого побережья. Везде стоят машинки, машинки, машинки. Приезжаешь, паркуешься и там стоят... Я правда не вижу. Есть там эти паркоматы? Ты видишь? Я не вижу. Может тут бесплатно стоять можно? Что может быть? Наверное, бесплатно здесь можно стоять. Я не вижу паркоматов ни одного. Даже табличка не вышла. Значит, это бесплатная парковка. Обычно пишут. И вот там вот, между деревьями, везде спуски к океану. Вот такие вот, раз, спуски. Да, бесплатные. Сегодня у нас вторник. Ну да. Я думаю, что потому что вторник. Хотя я так посмотрела, что вчера был понедельник. Загруз был капитальный. Поэтому тут действительно люди не работают, по-моему. Только по ресторанам ходят. Ближе много. Да, туристов много. Много из той части, как он называется. Ближе к Майами. Нет. С Майами вот сюда тоже приезжают. Бокаратон. Поэтому, да, туристов много. Хотя, по сути, да, все похожее, что тут еще делать. Ну, так для разнообразия. Из других штатов очень много машин с другими номерами. Это мы уже едем по побережью Джупитера. Вот так плавно одно переходит в другое и даже не знаю, где что началось и закончилось. Потому что даже каких-то вывесок особых не было. только по программе видно, что это уже другой город. Джупитер. Ну, Джупитер. Первая Джей. Джупитер. Ну, на русском Юпитер, наверное. Вот такой парк тоже красивый. Ну, это похоже, вот где мы были, такое тоже там. Тоже парковка и пляж. Большая парковка нормальная. Когда много парковок, много этих парков, паркингов, то и скопление людей не такое большое. Потому что побережье-то оно огромное. И вдоль всего побережья люди себе отдыхают. Поэтому нельзя сказать, что сильно много людей прямо в одном месте. Вот мы сейчас здесь едем. Здесь. Вот все в таких вот островочках. Можно сказать, что у всех красивый вид открывается. Мам, у меня цвета. Тут такие как будто трополовецкие. Хотя еще кипитер. Ну, чувствуется, что в город поехали. Такой вроде симпатичный городок, да? Уютненький тоже. Мы уже выехали на более-менее скоростную дорогу. А ты тоже уезжаешь себе туда вовнутрь. Там домики, домики, домики. Это все еще Джипитер. Такой он большой. Мы сейчас выезжаем на мост и заехали в такой райончик. Такой какой-то прям лесной. Дерево. Да, да, деревья красивые. Они должны таблички с названиями писать. Смотри, это прямо джунгли. Сейчас нам направо. Обалдеть, как красиво. Ой, очень классно. Такой симпатичный райончик. Это мы уже у океана. Там уже вот океан виднеется за этими домами. Получается, вот эти с правой стороны дома от миллионов и так далее. До 11 миллионов дома. А вот с левой стороны там 300, 500, 600. Только нюхают такие. Ну, не видите. Да, я даже не вижу эти дома. Но по карте показалось, что там где-то тоже есть улочка с левой стороны. А тут вот такие цены у океанчика. Тоже красиво, да? Там заезды прям такие далекие. Земля пустая. Симпатично. А вот начинаются домики. Вот они. С этой стороны подешевле. А справа уже нету, да. Справа вообще пусто. Сыки, они тоже не маленькие. Та-да, смотри. Сыки. Это свеженькое что-то. Надеюсь, новый. Симпатично, да? Там всё в кокосах прям они их не убирают. Кстати, домик только был маленький. Симпатичный. Как-то мне кажется, они тут грустно. Им тут нет? Грустно им тут, чтобы выехать в люди. Полосатый королевый класс. Внутри какое-то здание, типа школы. Внутри какое-то здание. А вот красивое, да, классное. С другой стороны. Очень хорошо, да. Уже, я думаю, это дом. Ну, дом, хоть и будет революция, станет детским лагерем. Смешно. Да, красивенькие. В общем, на этом участке в Джупитере цены от миллиона и до одиннадцать, я уже сказала. Самый дешёвый дом, домик здесь небольшой, это 980 тысяч. Это дети из церковной школы вот идут. Да, они выглядят не как американцы, да? Нет. Нет, это церковная, это Christian Academy. А, у них, видишь, у них каникул нету. В конце недели будет. Ну да, у них в пятницу начинается. У нас заканчивается, у них начинается. Они не хотят, чтобы церковные ученики сталкивались во время каникул. Да. Отлично. Это спайдер-сайдер. Это спайдер. Почти готовый поп. Да. Бородку отрастить и можно уже стоять. Мы, похоже, во время школьное, поэтому сейчас... Это, наверное, уже там было elementary school, я думаю, что это middle school. Да, конечно, дети так одеты. Очень-очень странно для Америки, мне кажется. Такое, прям по-церковному. Это порт Солерно. Такое миленькое тоже местечко. Рыбацкое такое, потому что уже архитектура попроще. Ну, симпатично. Кафешки, как обычно, в принципе, довольно заняты. Там вот в глубине направо, там идут жилые райончики. Это мы просто по дороге такой едем, как окружной какой-то. Нет еще. Нет еще. Ну, такое закусочное, что-то такое дешевое, недорогое. Вот так мы через несколько мостов едем. Это город Стюарт. Не знаю, о чем это говорит, но это город Стюарт. Тоже красиво. Огроменный залив. Это получается огроменный. Тот был первый, это второй. Следующий идет океан. Вот тут классно кататься, погонять можно на чем хочешь. Это Дженсен Бич, мы все еще едем по острову. Очень много пляжей, у меня там ветер будет. Очень много пляжей здесь, очень много съездов, заездов и тоже очень симпатично. И гостиниц много. Так что это довольно туристическое место. Дженсен Бич. Ну и такие, конечно, красивые домики. Вот так вот мы все еще едем, это именно остров, потому что с него один мост на него заезд, и в конце с него мост выезд. Ну, над гостиницей. Вот так вот. Именно правая сторона, левая такая себе. Это Вера Бич. Очень симпатично, тут много магазинов, ресторанов, очень симпатичная гулятельная улица. Случайно сюда завернули, очень красиво. Вот они, магазинчики продолжаются. Ну, найдешь, увидишь ресторан, остановись. Какой-нибудь такой, не сильно занятый. Так цивильно смотрится, и людей много. Ну, та часть я уже не успела ее снять, но ее проехали, там симпатично. Это Вера Бич. А мне кажется, мы уже проехали, тут уже больше живое пошло. Съехать дальше. Да, поехали тогда в... Да, в Вера Бич. Да, в Вера Бич. Ну, давай поедем уже. Может, тайский ресторан покушаем? Да. Да. Работников очень много. Стоят стрижечные машины и люди с... Ну, видно, что работники работают. Да. Нам на океанчик. И вот тут же гостиница. Ух, мы-то кошечки. Да, я бы покушала. Ух, мы-то кошечки. Ух, мы-то кошечки. Это, кстати, второй ресторан вообще за нашу американскую историю, в котором не берут кредитные карты. Вот. Так что сказали, что не берем кредитные карты и мы рассчитывались кэш. Это странно. Ну, такие вот кабачки. Вкусненько нас везде накормили. Но сказали, кредитки ваши не возьмем. Вон лайфгады, как обычно есть. Симпатичный пляж. Ветерок тут такой свеженький. Желтый знак. Желтый знак. Желтый флаг. Можно купаться. Я увидела сдалека, думаю, вроде не белка, вроде не енот. Это Банни. Истребанни. Не боится. У них тут целая семейка в дереве живет. Ушки такие маленькие. Все, я тебя напугала. Ну, такой размер не очень большой. Нет, не сильно испугался. Продолжает свое занятие. Ах, многие в песок проваливаются. Вкусненькая тут травка. Зеленая-зеленая. Это уже Мельбурн-бич. В общем, у нас сегодня было путешествие по всем бичам. Ну, Мельбурн тоже наша, ну, не окончательная, но последняя остановка. Сейчас поверните направо. Вот такой он Мельбурн-бич. Невысокий. Не такой дорогой. Мельбурн-бич. Но с хорошими широкими пляжами. Ну, тоже курортные и расслабушные. Упс. 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 Потому что вон он океан уже. Очень-очень близко к океану. Упс. Упс. А мы приехали в один интересный магазинчик. Сейчас посмотрим, есть ли он еще есть. В прошлом году был хорошим магазинчиком. И сейчас если я найду, что я хочу купить, я покажу, что мне здесь понравилось. Вот такой вот 4 hands. 4 hands. 4 hands. Вот такой незабысловатый магазинчик. Много винного. И сейчас идем в другое дело. Вот оно, настоящая турецкая баклава. С фисташками, со всеми делами. Очень-очень вкусненько. Сейчас мне ее положат. Огромный выбор вин и пива здесь. И турецкая баклава. Я, кстати, взяла баклаву, которая только-только-только вот пришла из Турции. С фисташками. Шикарная. Какой выбор маслин. Шикарный. 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 Шикарный.